Тема нашего служения и будут видеть видения. Каждое наше служение – это снаряжение для битв и снаряжение для побед. Мы с вами снаряжаемся для того, чтобы уйти отсюда и вынести какие-то инструменты, чтобы их использовать потом всю нашу жизнь. Поэтому каждое служение – это в твой коробочку или в твой сейф, или у кого там ангар, еще один инструмент, добавление еще чего-то. И видение – это серьезнейший, сильный инструмент в нашем арсенале. Именно инструмент, давайте скажем, инструмент – это что-то. Что тут нам инструменты? Благодаря инструменту ты можешь что-то сделать. Если есть стаместочка, ты можешь в дереве сделать какую-то… сделать какую-то… как это правильно называется? Выбрать ямку, сделать. А если нет инструмента, ты не сделаешь. Потому инструменты позволяют нам добиться чего-то с меньшими усилиями или добиться вообще чего-то, чего без инструмента не добьешься. Видение. Знаете, церковь в большинстве своем, во многих местах, по всему лицу земли, на каком бы языке она ни говорила, фокусируется и акцентирует свое внимание в основном на слышании. Чтобы слышать Бога, слышать Дух Святой, слышать ангелов, слышать через Слово, слышать проповедника, только слышать. Но я хочу сказать вам хорошую новость. Мы с вами так же, как мы хотим слышать Бога, мы должны хотеть видеть, получать от Бога не через слышимое, а через видимое. И я скажу, что многие об этом очень редко размышляют и учат, и стремятся, и просят, и добиваются этого. Поэтому сегодня давайте откроем для себя еще одну практику. Просить не только, чтобы слышать, а о том, чтобы видеть. И слышать, и видеть очень хорошо. Аминь. И Деяние 2.17 И будут, и будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыновья ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видения, и старцы ваши сновидениями вразумляться будут. Мы видим, что люди, имеющие Духа Святого, получили сверхъестественную способность от Бога видеть, от Бога получать через сны, от Бога говорить. И не будем обращать внимания на юноши, старцы. Дальше мы видим, читая книги, послания Нового Завета, что видения проявлялись сны, пророчества через разных людей разного возраста. Поэтому учения, что это для старцев сны, видения для юноши, они беспочвены. Здесь просто перечисляются все группы людей, вот и все. С этим разобрались. И я, когда эту тему изучал, то обнаружил, что в Библии используется 14 разных слов на иврите и на греческом, которые переведены одним словом видения. Как вам это? На иврите и на греческом 14 слов, А мы в наших Библиях на русском языке и на украинском все 14 переведены одним словом – видения. Это значит, что мы чего-то недочитываем, мы чего-то недополучаем, мы чем-то обделены. Что поделать? Ну, мы не будем делать сейчас экзогетический, лингвистический обзор этих слов, но меня заинтересовало три слова, которые передивны как видение, но они имеют другой контекст в еврите или в греческом. То есть они как бы подраскрывают, что же это за видение. Потому что видение – видение рознь. И если мы хотим научиться видением сегодня, нужно понимать, что Библия описывает разные видения. И я уже задался целью в нашем переводе благословения Отца взять все эти места и там, где они просто переведены – видение, обобщено все. А как я сказал, слова-то разные все, 14 разных слов, они имеют свой разный оттенок. Одно слово в еврите, оно имеет смысл. Видение – зеркало. Переводится – видение – зеркало. Другое – видение – откровение. То есть значение слова. То есть одно показывает – ты видишь, как в зеркале. Другое – видение, как откровение, тебе приходит. Ну, в общем, интересно. Это, знаете, туда занырнуть и можно не вынырнуть оттуда. Но мы в нашем переводе сделаем корректировку. То есть там, где есть просто слова – видение, мы добавим курсивом, это примечание переводчика, добавим более широкое значение этого слова. Хорошо? Ну, а теперь возвращаемся все-таки к этим трем интересным разным словам, которые показывают нам, по меньшей мере, три разновидности видений. Первое – это ночные видения. Они так и написаны. То есть где-то написано видение, и было видение, и увидел видение, то где-то конкретно, прям в разных местах, особенно в книге Даниила написано, и видел ночное видение, и было показано ночное видение. Поэтому первое – это ночное видение. Второе слово в еврейском языке – это видение открытое. Это явление. Видение как явление. Когда что-то перед тобой явилось, и ты это увидел, как на экране, как ты смотришь в зеркало. И третье слово – это видение в голове. Давайте три примера, где эти места разные употребляются. Иезекииль 1.1. «И было в тридцатый год, четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса». Внимание. «Открылось небо, и я видел видение Божье». Здесь мы видим, что человек видел это как на экране и видел физическими глазами. Так это первый вид видений. Дальше. Данила 7.15. Это важно, эти детали сейчас отметить, потому что вы не имеете права говорить, что вы видели видение, если вы не видели вот это видение. «Окей?» Когда небо открылось, и вы видели своими глазами. Данила 7.15. «Встрепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня». Видение головы моей. И еще несколько мест я пересматривал. Это видение, которое именно в голове. Мы называем это видение на внутреннем экране. Это второй тип видений. Третье место из Писания – Даниила 2.19. «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного в ночном видении». Хочу вам сказать сразу, ночное видение отличается от сна. Я думал, что это просто сон. Но когда я нашел места из Писания, где было сказано, Бог говорит кому-то во сне или в ночном видении, ага, очевидно, что это разные видения. Так что, что такое видение во сне? Смотрите, сон – это естественный канал, через который Бог дает видение. Это естественная способность человека. Вот как способность слышать нас сейчас и говорить – это естественное. И Бог может говорить через меня сейчас, используя естественную речевую способность. Сон – это изнутри. Это способность организма. А видение – это извне. Это то, что посылает Бог как информацию. Пум! Для тебя. Поэтому видение в ночи, после моего изучения разных мест, я пришел к поводу, что это интеграция. Это соединение, введение в сон. И чаще всего эти истории были описаны у Даниила. И читая, что Данил получал в ночных видениях, он пишет, «И видел я, и вышел из тукан, или вышел там какое-то животное, и пошло туда». Это в основном были какие-то символы, аллегории, говорящие о будущем. Так что это было видение, вшитое в сон. Вот так. Сон есть сон, а это видение, интегрированное в сон. Идем дальше. Есть, конечно, еще и способность видеть духовный мир. Но это уже называется духовное зрение. И это не относится к видениям. Так что, если вы видите демона, не называйте это видением. Это открытие духовных глаз. Когда человек начинает видеть колесницы Божьей, ангелов, это другая тема. Разобрались с этим. Теперь. Вопрос. Если человек не получает видение. Мы с вами читали. Почему такое может произойти? Человек не получает видение только по одной причине. Если он не имеет Духа Святого, через которого, как через канал, это происходит. следит. Поэтому тот человек, который говорит, я не вижу никаких видений, ему можно задать следующий вопрос. А действуют ли дары Святого Духа через тебя? Как насчет Святого Духа? Что с Духом Святым в твоей жизни? То есть, с этого нужно начинать. потому что если человек имеет Святого Духа, то априори в этого человека будут действовать дары и видения, как говорил Иаиль, а они придут как обетование. Я скажу это даже по-другому. Наличие видений в твоей жизни снов от Бога, пророчеств, доказательства, что обетование пришло в твою жизнь, ты принял обещанного Духа Святого. Так что, если этого не произошло, ищи глубже, ищи что-то не так с Духом Святым. Давайте еще одно место есть в Писании, которое доказывает все-таки, что это Дух Святой, канал, из-за которого это все к нам приходит от Бога. Это как секретная линия, Он этот соединитель. То есть, это невозможно миновать Дух Святой, и чтобы тебе с небес информация поступала. Понимаете? Смотрите, я говорю, когда мы внутреннее получаем, не когда ангел пришел к тебе. 1 Коринфянам 2.9, сейчас вы все поймете. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце тот человеку, что приготовил Бог любящим его. Смотрите, глаз это не может увидеть, ухо не может услышать, и на сердце даже не может прийти, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Святым. А нам Бог это открыл кем? Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божьей. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Никто не знает тайн Божьих, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Так что люди, которые имеют Святой Дух, они могут знать тайны Божьи и все то, что даровано от Бога. И если этого человек не знает, возвращаемся к каналу, к Духу Святому, есть проблема, или человек не рожден свыше, не имеет Духа Святого, или у человека разорваны отношения с Духом Святым, или угошен Дух Святой, оскорблен Дух Святой, или что-то произошло в жизни этого человека, он слеп и не видит истинной причины, но отсутствие духовных проявлений, отсутствие видений, снов, пророчеств, явления разных даров доказывают этому человеку, что что-то не так в твоей жизни, Дух Святой не проявляется, это норма для любого человека, и залью от Духа моего на всякую плоть и будут, это норма, если это не происходит, ищи проблемы, ищи что-то не так с Духом Святым, что-то произошло у человека, какая-то слово английское круто реконект, какое-то разъединение, окей, но есть предосторожность одна, я не могу не сказать прямо здесь и сейчас, можно получать видения, сны и пророчества от демонического мира, или из демонического мира, и также можно самому придумать и назвать потом это видением, придумать какие-то картинки, это тоже очень важно и нужно это учитывать, но это уже другая тема, это уже ложные вещи, да, давайте как распознать источник видения, раз источники разные, и Дух Святой, и сам человек может себя напридумывать, и Бог, я использую два принципа, как я определяю в каких-то людях какой источник, первое это развлечение, давайте скажем развлечение, мы говорим сейчас о распознании источника, откуда это идет сейчас, то есть мы не говорим сейчас о толковании видения, а источник, откуда это пришло, смотрите, когда кто-то говорит, я видел видение и рассказывает, или вот послушайте мое, я видел такой-то сон, или у меня было пророчество, я обязательно слушаю Духом, потому что я духовный человек в первую очередь, пока не было Духа Святого, я был в первую очередь физический человек, который ориентировался на пять органов чувств, с тех пор, как я стал духовным человеком, я ориентируюсь на шестое и седьмое чувство, это на Дух Святой и на Слово Божье, которые внутри меня подтверждают или опровергают сказанное мне сейчас, кто бы мне ни говорил, поэтому первое это развлечение, и только развлечение может вам действительно внутри подсказать это от Бога или нет, возможно вы ждали какие-то более простые шаги, нет, духовное развлечение, оно самый верный индикатор лакмусовая бумажка, твое духовное развлечение, если у тебя его нет, оно притуплено, возвращаясь к Духу Святому, проблемы с Духом Святым, духовный человек может рассуждать о духовном, слово рассуждать означает не только ля-ля-ля, рассуждать, понимать, определять, распознавать, что значит это видение, которое было сказано, что означает это пророчество, что означает этот сон, давайте я вам пример один, ладно, не буду зачитывать это деяние 16.16 история, помните, с Павлом и с этой женщиной, которая шла за ними, и она выглядела как ученица, потому что она шла и говорила, слушайте этих людей, они принесли вам весь спасение, она выглядела как ученица, и ее пророчество выглядело, ее, точнее, слова выглядели как некое пророчество и провозглашение, потому что она правильные вещи говорила о них, но он распознал, что это был нечистый дух и изгнал его, вы помните, да, эту историю, не ее поведение и не ее слова доказывали, что она говорит истину, а развлечение, которое было внутри него от Духа Святого, потому что Дух Святой идентифицирует свое, и Дух Святой распознает подделку очень легко, потому опять возвращаемся к Духу Святому, храните отношения с Духом Святым, иначе без них ваше развлечение тупеет, то есть оно, это понятие, может, другое слово подобрать, притупляется, то есть ты перестаешь различать, но когда ты активный в Духе Святом, ты активный в развлечении, ты стоишь, смотришь на человека и у тебя внутри отчетливо и ясно, идет градация, где ложь, а где правда, настолько четко эта градация, и я помню особенно, когда я приезжал с уединений, когда я там неделю пропитывался в Божьем присутствии, общался только с Господом, я приезжал, настолько были обострены чувства духовные, чувства развлечения, что ты просто везде, где-то в транспорте, с людьми какими-то, и ты просто видишь, чувствуешь, слышишь, где ложь, где правда, такое, знаете, и начинаешь думать, я понимаю, что чувствовал Иисус, когда написано, и не нужно было ему говорить ни о чем, он и так знал, что в каждом человеке, ты просто знаешь, подходишь к человеку, и у тебя все подсказывает, он молчит, а у тебя внутри прям говорит все, этот человек живет такой, это с жизнью, у него такие-то грехи, ты думаешь, вау, вот почему тогда Смит выглсворт в вагоне, когда сел, помню тот случай, и люди там плакать начали, и он сразу начал на грехи указывать, потому что это развлечение в тебе есть, возвращаемся к Духу Святому, давайте скажем, мне нужен Дух Святой, и мне нужны отношения с Ним, потому что без этого ты не различишь, человек подойдет и скажет тебе вполне приятное видение, он скажет, я видел тебя, под благословением Божьим, я видел тебя окруженным ангелами, а ты ему говоришь, замолчи, сатана, потому что у тебя есть развлечение, это было из ада, это была наживка, это была жирная, красивая наживка, это был крючок, дальше будет сюрприз, и ты должен сначала взять, а потом тебя подсекут, я говорю, рыбакам, вы понимаете, это была поклевка, второе, что я использую, это наблюдение, первое, это развлечение, второе, это наблюдение, нам нужно развивать хорошую привычку, наблюдать, что происходит за кулисами театра, давайте скажем, наблюдать, когда Иисус говорил о том, как разоблачить ложных пророков, то Он сказал важную деталь, Он не обращал внимания ни на их пророчество, ни на чудеса, Он сказал, посмотрите, кто они, что происходит за кулисами, давайте быстро это место прочитаю от Матфея 7,17, и мы перейдем к практической части, как видеть видение, и даже сейчас попробуем кое-что, от Матфея 7,17, так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, и худое дерево приносит и плоды худые, не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды худые, вся эта глава, она разоблачает лжепророков, и Иисус дает четкие инструменты, как это делать, он сказал, по закулисью, по их закулисной жизни, не как они красиво говорят, и не как они точно пророчествуют, они могут точно пророчествовать, демоны знают прошлое, они могут о прошлом сказать вам точные данные, демоны знают настоящее, они могут вам о настоящем дать точные данные, наживка съедена, вы на крючке, а там и будет будущее, а о будущем солгут, Поэтому запомните, если человек вам говорит о прошлом и о настоящем в десятку все деталей, это еще не означает, что это Дух Божий и что это Дух пророческий. Демоны знают прошлое и знают настоящее. И отчасти знают будущее, что уже написано в Слове. Поэтому нужно быть очень грамотным, очень аккуратным и осторожным, чтобы когда тебе даже о будущем говорят пророческие люди, ты мог понимать, какое это будущее. Потому что то, что уже написано, то знает сатана и знают демоны. Хорошо. А теперь время и место для видений. Давайте сейчас забудем все плохие вещи. Допустим, мы все нормальные. Скажите кому-то, я нормальный. Все у нас нормально, все имеют Дух Святой, все видят от Бога и сны, и видения, и пророчества. Вот. Эта часть была для вашего соседа, а не для вас. Вступление. Теперь практическая часть. Я шучу, не для соседа. Мы должны понимать, что видения, они показываются с целью. Правда? Скажите, с целью. То есть, чтобы сообщить нам важную информацию. Для себя или для других. В этом ключ и отгадка. Для места и времени, когда Бог показывает видение. Если вы еще не поймали это, то я разложу это по косточкам. Многие люди, а они не просят, покажи мне Бог. Они просят, скажи мне Бог. Знаете, Бог может показать. Но мы сейчас говорим, что мы можем сделать о том, чтобы видеть чаще, видеть больше, видеть посерьезнее, помощнее. Первое. Первое. Нужно приучить себя к другому способу принятия слова от Бога через видение или ответа от Бога. Поэтому совет. Нет, приучитесь с этого дня. Не говорить, Боже, скажи мне, и вы только слушаете. Боже, покажи мне, говорите. Покажи мне, я хочу видеть. Нужно это поместить в свою молитву. Покажи. Покажи моему брату, когда вы молитесь о ком-то. Покажи, что ему нужно сделать. Покажи моей жене. Пусть она увидит это. И еще. Если у вас развито личное служение людям, не просто публичное, а личное, когда ты стоишь рядом с человеком и служишь ему, а не просто в общем. Ты сел за камеру, включил. И здравствуйте все посетители. Приветствую вас со всех стран, со всех народов. Слушайте меня красивого. Я вам сейчас буду учить. И сейчас вам тайно расскажу, что было с Каином, с Авелем. Я все знаю, что вы не знаете. И люди все. Когда у тебя личное служение, и ты подходишь к людям, возлагаешь руки, молишься, ты претендент, ты создаешь условия для того, чтобы тебе были даны видения. Поэтому чаще включайте личное служение. Даже если вы публичный человек, вам нужно чаще личное. Да, вы можете сидеть перед камерой, все что угодно говорить. Идите к живым людям. Садитесь рядом с ними. Смотрите им в глаза. Берите их за руки. Молитесь за них. И просите, Боже, покажи мне проблему. Не только расскажи мне. Покажи, я хочу видеть. И ты сидишь, а в тебя окненные буквы пишут перед тобой прям. Блудник. А человек рассказывает, как он Бога любит. И ты сидишь и говоришь, извините, я вас очень уважаю, вы хороший человек, но только что Бог сказал, что вы блудник. И человек сразу, мужчина начинает реветь, как девочка. Он говорит, как вы узнали? От Бога ты не скройся. Боже, покажи мне. Потому что люди могут все что угодно тебе рассказывать. Ты можешь им служить часами, годами. Но если Бог тебе показывает истинную причину, ты, что делают инструменты? Помогают быстрее сделать и легче ту работу, которую ты будешь делать без инструментов. Ты начинаешь делать быстро. Поэтому правило номер второе. Обязательно везде используйте этот канал, используйте этот инструмент, видение, чтобы ускорить процесс. Сидите, слушайте человека. И, Боже, мои глаза открыты, я хочу видеть. Я хочу видеть, что здесь происходит на самом деле. И ты видишь картину, как муж избивает жену. И ты говоришь человеку, я знаю что-то, о чем вы мне не сказали. Как насчет вашей жены, которую вы бьете? И разобор пошел в другое русло. И все поменялось сразу. Так, давайте скажем, видеть. Так что, друзья, один человек не просит, чтобы ему было показано. Другой просит, чтобы ему было показано. Один не служит лично, другой много служит лично. Вот так мы создаем условия и причины, почему вам будут показаны видения. И еще маленькая деталь. И все. И мы сейчас будем что-то здесь делать с вами. Что-то будем делать. Я сказал простые вещи. Однако, я напомню вам, что без Духа Святого все равно ничего хорошего не получится. потому ваше отношение с Духом Святым и с людьми повлияет на то, как часто вы будете видеть видение и как глубоко Бог будет вам показывать, о каких событиях Он будет давать вам видение. Я не оговорился. Отношение с Духом Святым и отношение с людьми, чтобы не угощать Духа Святого, не оскорблять Его. С этим понятно все. Выводы. Учимся просить у Господа не только скажи, но и покажи. Помним, чем больше у нас причин получать видение, тем больше вы получите. Знаем также, что видение приходит тремя путями. Открытое видение на открытом экране, внутри нас, на экране, в нашей голове. и ночные видения, это когда видение вшито в сон. Да, не все разберутся, как это, но Данил видел именно такие. Разница, я думаю, опытные люди только могут найти разницу, это очень похоже, но опытные найдут разницу. И, то, что я сказал в конце, Святой Дух ключевой в этом всем процессе. Мы не можем этот элемент убрать. Он ключевой контактер между духовными реалиями и нашей головой, нашим сердцем, нашими ушами. Он все делает нам доступным, что на небесах есть для нас. Сейчас пару предостережений, и мне нужно будет пять добровольцев. Мне нужно маленькое предостережение сказать. когда вы что-то видели, не говорите, что вы видели видение, если вы не видели видение. Если вы видели открытыми глазами видение, тогда вы можете сказать, что я видел видение. Если вы видели в своей голове, внутри себя, нужно говорить, я видел внутри себя. Нужно честно говорить человеку, потому что если вы будете преувеличивать, вы рискуете поставить преграду, и в следующий раз вы ничего не получите. Нельзя преувеличивать. Если вы видели сон, нужно говорить, что это сон. Если вы видели в голове, нужно говорить, я видел внутри себя. А обычно люди все округляют. Я видел видение. Нет. Вот когда ты видел, тогда ты видел. Поэтому обязательно добавляйте, что ты видел. Почему? Потому что это небезопасно. И еще. Если вы видели что-то в чистом виде, например, какие-то символы, говорите людям то, что вы видели в чистом виде. Вот то, что вы увидели, то и расскажите. Я знаю, что люди стремятся интерпретировать и даже говорить, что делать. Я не рекомендую это делать в 90% случаев. Вот то, что вы видели, скажите, что я видел, и оставьте это дальше человеку. Я объясню, почему. Потому что если вы толкаете человека к действиям, вы несете ответственность. Если вы увидели что-то, например, вы стоите с человеком, и вы увидели картинку, скачет конь на пастбище, со старого на новое, и говорит, я вижу, что Бог переводит тебя со старого служения в новое, вы подтолкнули человека к действиям. Лучше скажите, я видел лошадь, которое с одного пастбища на другое перебежало. И я молюсь, чтобы Бог тебе показал, что это, если это от Бога. Вот так лучше сказать. Потому что толкая человека к действиям, вы становитесь соучастником. То есть вы будете нести ответственность. Если это действие серьезное, которое может повлиять на жизнь человека, на его служение, с вас серьезно будет спрошено. А некоторые действия могут привести к фатальным вещам, к разрушению чьих-то жизней. Поверьте, потому играться с этим нельзя. Эта часть предостережения, она важна. То есть лучше быть осторожными. И некоторые люди, они говорят, так можно угасить Духа Святого или там дар загасить. Это полная чушь. Бог аккуратным людям в 10 раз больше будет давать, чем тем, которые налево-направо, не проверяя. Говорят всем, вот тебе от Бога. Бог говорит, делай то, делай все. Наоборот, ничего вы не угасите. Вы наоборот получите славу на небесах, как корректный, четкий человек, который не преувеличивает, который не наносит вреда другим. И не переживайте. У Бога есть много вариантов человеку еще раз сказать и показать, и открыть. Если надо, и через вас даст истолкование. И по истолкованию. Если у вас есть четкое истолкование, у вас есть понимание и призыв к действиям, то делайте с предельной осторожностью. И говорите человеку в конце, но ты обязательно помолись, и пусть Дух Святой даст тебе подтверждение, потому что я всего лишь человек. Обязательно говорите. Не надо говорить «да, говорит Бог». Все, и ушел. Некоторые люди не умеют различать. И поверьте, у меня большое опыт в служении, и я видел разрушенные жизни из-за чьих-то вот таких быстрых, необдуманных действий. Поэтому вы будете соучастниками, если чью-то жизнь разрушите. Вам придется отвечать. Поэтому будьте аккуратны. С опытом, со зрелостью можно быть смелее, но все равно говорите «я человек». Почему тебе Джошуа всегда говорит «я не целитель», я не могу никого исцелить, я лишь знаю целителя. Почему Катерин Кульман говорила «я никого никогда не исцеляла, ни одного человека». Исцелял всегда Господь Духом Святым. Я лишь вместе с вами поклонялась Ему, «я лишь Его слуга», «я служу вам здесь». Почему? Они не брали на себя ответственность, что исцеление или неисцеление зависит от них. И тем более в этих вещах. Понятно, да? Хорошо. И теперь практика. Мне нужны четыре добровольца. Я покажу важную деталь сейчас. Вот когда ничего плохого не будет. Так что можете смело выйти. Роли будут хорошие, обещаю вам. Четыре. Да, давайте. Братья смелые, да. Женщины боятся, что мы их отправим на Бацвану. Я вам не буду порочествовать. Я просто... Давай, Коля, ты у нас будешь играть подопытного. Становись спиной. Смотрите, какую люди допускают ошибку часто. А вы сейчас... Мы попросим Господа, чтобы он для Коли каждому из вас кое-что показал. И вы не будете интерпретировать. То, что вы получите... Просто то, что вам придет, скажете. А Коля сам скажет. Это ему что-то говорит или нет? То есть никакой интерпретации. Просто если вы что-то получите... И теперь... Почему я их вызвал здесь? Это не театр. Для того, чтобы показать важный принцип. Сейчас, когда вы закроете глаза... И так мы ориентируемся сейчас не на открытые видения. Потому что открытые панорамные видения, они даются не в таких ситуациях. Они даются, знаете, в таких серьезных, ну, таких исторических масштабах. Да, они не для таких вещей. Вот, поэтому здесь лучше, чтобы не смотреть на людей. Лучше закрывать глаза. Потому что мы ожидаем увидеть сейчас не во сне, потому что не тот случай, и не панорамные. А именно на внутреннем экране. Поэтому нам нужно закрыть глаза для того, чтобы увидеть на внутреннем экране. И важный момент. Когда вы закроете глаза, я сейчас всем говорю, и вам также, и попросите, покажи мне, Господь, в этот момент у вас не должно быть ничего на этом экране. У вас должно быть пусто. Вы должны стереть этот экран. Вот закройте сейчас все глаза. И у вас здесь должен быть просто черный фон или серый. Больше ничего. Потому что у вас, может быть, сейчас какие-то помехи могут быть. Вот представьте сейчас с закрытыми глазами, представьте сейчас перед собой, я не знаю, пиццу. С закрытыми глазами. Представьте пиццу. Вы ее видите, да? Смутно, но вы ее видите. Вот это называется мусор. Это помеха. Поэтому, если вы собираетесь смотреть что-то на внутреннем экране, то обязательно вы должны, закрыв глаза, убрать любую помеху. То есть сотрите ее просто. Экран должен быть серый, то есть черный. Ничего не должно быть на экране. Если что-то есть, снова откройте глаза, проморгайте, или очистите свой разум, сделайте так, чтобы экран был чистый. Это важное условие. И потом вы наблюдаете. Оно должно прийти как поток, как ручей, который и палился. То есть оно показалось вам, какой-то образ, символ, 5, 6 секунд, 10 секунд, какая-то картинка, и исчезло точно так, остался серый экран. Вот это в чистоте вы увидели на внутреннем экране. Если у вас картинки, за картинками сменяются что-то, даже не пытайтесь смотреть. Это все мусор, это все помехи, это шум. То есть значит вы не готовы сейчас. Ваш внутренний экран не готов сейчас, чтобы на нем что-то транслировать. Поэтому очень важно чистый экран, и важно, чтобы оно пришло и ушло. Вот об этом вы можете говорить. Все остальное, значит это не ваш день. Придете в следующий раз, с понедельника. Если вы желаете избавиться от греха и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, вам нужно обратиться к Богу в молитве. Образец такой молитвы вы найдете на странице, ссылка на которую сейчас находится на экране. Если вы верующий человек, и в вашей местности нет подходящей церкви, вы можете присоединиться к одной из наших онлайн-групп и возрастать в Боге вместе с нами. Присоединиться к группе можно пройдя по ссылке, которая на экране. Если вы живете в Киеве или пригороде, и хотели бы посещать домашнюю группу нашей церкви, свяжитесь с нами, и мы подыщем для вас подходящую группу. Наши контактные данные на экране. А также вы можете поддерживать наше служение финансово, или стать нашим партнером. Вместе с вами мы сможем сделать еще больше для Господа и помочь множеству людей. Больше информации о пожертвовании или партнерстве на нашем сайте. Ссылка сейчас на экране. Добро пожаловать в благословение Отца. Это ваш дом и это ваша семья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok